В администрации городского округа подвели итоги минувшей недели. Руководители структурных подразделений и ведомств отчитались о проделанной работе. За предыдущие семь дней жители городского округа 1636 раз обращались за помощью в полицию. Раскрыто 12 краж, один угон автомобиля и два разбойных нападения. На телефоны единой дежурной диспетчерской службы поступило 10 342 обращения. Около 5000 раз жители обращались за помощью в скорую. На прошедшей неделе на территории городского округа чрезвычайных происшествий и ситуация не зафиксирована. Вместе с тем в пятницу 5 февраля зарегистрировано 10 случаев хулиганства, связанного с сложными сообщениями о винировании школ. В ходе проведенных мероприятий было эвакуировано 6800 человек, из них 6 290 детей. Стабилизация эпидемиологической обстановки на территории округа позволила закрыть с понедельника временный инфекционный госпиталь на базе Фок-Люберецкий. Аналогичный госпиталь на базе Красковской больницы продолжит работу по приёму заболевших коронавирусной инфекцией. На сегодня на территории городского округа заболело 5782 человека, госпитализировано в стационары 222, на домашнем лечении 895, выписано 434 человека, умерло 331. В округе открыто 8 пунктов вакцинации в городских поликлиниках. Сделать прививку можно в торговых центрах «Орбита» и «Светофор», а также в центральном отделении МФЦ. В настоящее время в городском округе уже привито 5856 жителей. У нас, дабы мы вышли, будем говорить на какие-то цифры, которые позволят нам противостоять ковиду, это не менее 150 тысяч человек, тогда будет коллективный иммунитет. А так последствия будут неизвестны, к сожалению. С 10 февраля начнет работу пункт вакцинации в ТЦ «Торговые ряды». Также прививочный пункт будет открыт в деревне Марусино. Рассматривается возможность открыть пункты в торговом центре «Выходной», микрорайоне «Самолет», поселках Красково и Октябрьский. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Продолжение следует...